Добрый день. Выполним подключение к SCADA 3 SMODE модуля M7088 производства ICP-DAS по протоколу обменом от BAS-RTO. Адрес нашего устройства 2. Связь ведется через автоматический конвертер протоколов, подключенных к последовательному порту COM1 компьютера с параметрами связи по умолчанию 9600N81. Что представляет собой модуль M7088? Если строго, то это восьмиканальный модуль дискретного ввода-вывода счетчик. Ну и да, действительно, если посмотреть его спецификацию, вот дискретные входы 8 штук, такой-сякой контакт, такие-то напряжения, но каждому входу в соответствии ставится свой счетчик 32-битный, а максимальная частота счета МГц. Здорово! Что касается дискретного выхода, тоже их восемь, но в типах, обратите внимание, SHIM широтной импульсной модуляции. В диапазоне частот от 1 Гц до 500 кГц, а что касается изменения скважности от 0,1 до 99,9%. Причем режимы работы SHIM постоянный или пакетный. Спецификация на подключение представлена, все гальванические изоляции на месте. Таким образом, область применения данного модуля видится, например, в системах управления движением или, так скажем, обыденно для управления исполнительными механизмами в обычной промышленной автоматизации. В подготовленном нами стенде имеем компьютер с подключенным через преобразователь интерфейсов модуль М7088. К его первому дискретному входу выполнено подключение выхода генератора сигнала специальной формы, а к первому дискретному выходу цифровой осциллограф. И в нашем фильме мы покажем создание простого проекта для считывания состояния первого дискретного входного сигнала с подсчетом импульсов, а также формирование на первом дискретном выходе сигнала SHIM. Перед тем, как всерьез увлечься созданием проекта, рассмотрим внутренние регистры нашего модуля. Их там достаточно много. Вот так. Условимся. Коммуникационные настройки модуля оставим в целом заданными по умолчанию, за исключением, пожалуй, сетевого адреса. У нас это будет двоечка. Не будем активировать сторожевой таймер. И из двух возможных режимов формирования широтной импульсной модуляции будем использовать лишь непрерывное формирование импульсов. Для создания нашего проекта воспользуемся базовой версией инструментальной системы. Создаем новый проект в стандартном стиле. И, как водится, разработку проекта начнем от слоя источники приемники. Контекстное меню. Создается группа MatBus. Здесь, в этой группе, будем создавать компоненты для управления первым дискретным выходом и контролем за его текущим состоянием с характерными именами. Кстати, обратите внимание, мы, во-первых, для параметра канал будем использовать 16-личные задания адресов. А во-вторых, при адресации регистров будем отнимать единичку. Ну, поскольку по стандарту младший регистр принят 0, а у ICP-DAS почему-то единица. Ну что, приступаем. Обратимся к документации. Статус дискретного выхода в режиме формирования широтной импульсной модуляции определяется на данных адресах с помощью таких-то значений. 0 остановлен, единичка запущен. Обратите внимание, данный регистр можно и читать и писать. Поэтому первую команду, которую мы создали с помощью компонента wsingle-coil, а назвали ее set-channel-0-pvm-status. COM-1, адрес нашего модуля в сети RS-485-2. Канал, это номер регистра, уменьшенный на единичку. 0. MatBus, output-discret. Команда чтения R-outbyte, read-channel-0-pvm-status, а набор параметров аналогичен рассмотренному ранее. Вновь обратимся к документации. Управление счетчиком, связанным с первым дискретным входом. Вот его адрес. Вот значение команд управления и чтения текущего статуса. Нолик выключен, единичка включен. Для нас это будет выглядеть следующим образом. W-single-coil set-de0-counter-status, E0, это 16-личное представление указанного адреса с минус единичкой. И команда чтения. R-outbyte, единичка, read-d-0-counter-status. Набор параметров аналогичен. Обратим внимание на формирование общего сброса всех восьми счетчиков. В документации это у нас... Вот он. Очистка всех счетчиков. Адрес. Команда доступная только для записи. Создаем ее вот в таком вот виде. W-single-coil-clear-all-counters. Ну, заполнение параметров выполняется аналогичным образом. Определимся с режимом формирования широтной импульсной модуляции. В документации смотрим. Вот сюда. PWM-mode пакетный, непрерывный. Соответственно, для каждого из дискретных выходов можно установить или тот, или другой. Команда доступна как для чтения, так и для записи. Итак, 865-1 и переведем в 16-личный формат. В нашем случае это будет выглядеть следующим образом. W-single-coil-set-channel-0-pv-mode. Вот то, о чем мы уже сказали. Команда обратного чтения. Read-channel-0-pv-mode. Набор аналогичных данных. Следующий набор команд. Чтение содержимого счетчика. А он у нас, напоминаю, 32-битный. Опять к документации. Ищем, где у нас счетчик. Вот мы его нашли. Младшее слово, старшее слово. Регистры с 1 по 16. Соответственно, младшее слово определим у себя таким образом. R-in-word 4, read-counter, D-0, low. Набор данных понятен. А вот это, старший. Регистр на единичку больше. Мы должны будем сшить оба слова в одно 4-байтовое. Но это будет чуть попозже. А сейчас переходим к заданию и контролю скважности выходных импульсов сшим. Опять-таки, в документации на эту тему есть соответствующая строка. Вот она. Опять-таки, и чтение, и запись по каждому отдельному каналу. Управление будет реализовано вот так. Set-channel-0-pvm-duty-cycle. А обратное чтение, команда r-out-word 3, read-channel-0-pvm-duty-cycle. Набор данных, опять-таки, аналогичный. Переходим к частоте следования выходных импульсов сшим. В документации это есть не что иное, как данная строка таблицы. pvm-frequency. Частота следования импульсов. Опять-таки, младшее и старшее слово данных. Обращаю ваше внимание, максимальная частота, с которой могут генерироваться импульсы, 500 кГц. То есть надо 500 тысяч с помощью этих двух слов задать. Обращаемся к нашему проекту. Задание частоты мы реализуем лишь для младшего слова. Потому что с высокими частотами работать не будем. Идем дальше. Состояние дискретного входа. Мы чуть про него не забыли. Это у нас в документации. Итак. Состояние дискретных входов. Адреса регистров видим. Доступно только для чтения. В нашем случае это будет команда rinbyte в скобочках 2k read d0 статус. Соответственно, в 32-16 личном виде будет 20. Ну и напоследок определимся с интерпретацией активного состояния дискретного входа. Ну прямой или нормальный или инверсный. Опять-таки в документации про это сказано. Так. Адрес регистра. Интерпретация. Инверсный. Нормальный. Можно и читать и писать содержимое данного регистра. Поэтому мы с вами создаем. Команду записи. И команду чтения. Да. Совсем забыли. Но вот эта вот команда. для чтения установленной в модуле частоты следования импульсов по дискретному выходу первому. Готово. Теперь поднимаемся по дереву проекта и создаем узел rtm1. Поскольку связь с нашим модулем строится по последовательному порту, в узле rtm1 создаем соответствующую группу. В ней описание порта с параметрами по умолчанию. Затем создадим две группы каналов для счетчика и шим соответственно. Счетчик. Шим. И с помощью механизма drag and drop перетащим из слоя источники приемники соответствующие компоненты в обе группы. На что здесь стоит обратить внимание. Чтение и формирование значений частоты следования импульсов мы организовали с помощью групповых запросов, задействовав каналы класс сокол с типом вызова channel group request. и соответственно данный канал. Зададим с помощью группового редактирования для группы DI 0 counter начальный сброс и нормальную интерпретацию входного сигнала путем указания атрибутов на старте и отработать для соответствующих каналов. Итак, очистка на старте всех счетчиков и соответственно активируем данный режим для нормальной интерпретации состояния дискретного входа. Для группы связанной с широтной импульсной модуляцией аналогичным образом поступим так. Определим статус, цикл и частоту. Для представления показаний счетчика создадим канал класса HEX32. Вид представления DECK. Организуем программное формирование следующим образом, с помощью программы. Аргументы программы это младшее, старшее слово и счетный канал. Сама программа написана на языке ST и содержит 4 строки. Ну, по сути дела, мы из двух слов формируем одно 4-байтовое. Программку не забываем компилировать. Для чтения задания частоты SHIM создадим два канала класса HEX32. Read, Frag, Set, Frag. Они тоже у нас будут в виде представлений DECK. Формировать. Первый будем с помощью программы forCounter с вот такими привязками. А что касается второго канала, то он будет формироваться с помощью программы forFrag. Опять-таки, аргументами будут младшее, старшее слово, выходной частота. Сама программа в пять строк на языке программирования ST. Опять-таки, не забываем программку компилировать. Графику будет представлять один экран со следующими аргументами. А вид экрана таков. Сверху будет располагаться счетчик, текущее состояние сигнала, управление счетчиком и накопленный счет. Это сброс. Внизу экрана то, что касается формирования широтно-импульсной модуляции. Режим, длительность и частота следования импульсов. Скважность импульсов можно выставлять с помощью прямого ввода или с помощью ползунка. Сохраним на диск выполненную работу с именем M7088 и выполним сохранение проекта для монитора реального времени. Теперь для того, чтобы запустить наш проект под управлением профайлера, отметим предварительно узел RTM1 левой клавишей в дереве проекта. Обратимся к генератору сигналов специальной формы. Выставим режим формирования прямоугольных импульсов, амплитуда 10 вольт и частота 1 Гц. Пока отключим выход. выход. Далее на панели инструментов нажмем иконку с красным человечком, перейдем в полноэкранный режим и запустим проект на исполнение. Обратимся к верхней части нашего экрана. Выключен счетчик. Включим. Включим. Поскольку на старте у нас произошел сброс накопленных импульсов, видим 0. Теперь для того, чтобы разрешить счет, обращаемся к генератору сигнала специальной формы и с помощью клавиши output пропускаем импульсы на вход нашего счетчика. Итак, это статус дискретного входа, а это накопленная величина в нашем счетчике. Раз в секунду добавляется единичка. Дальше. А вот это вот килогерц. А вот это вот выключаем. А вот так вот сбрасываем. А вот так вот включаем заново. То есть все, что касается счетчика, функционирует, работает замечательно. Переходим на нижнюю часть экрана. Режим работы непрерывный. Частота следования импульсов килогерц. Длительность импульса или скважность 50%. Формирование шим на старте выключено. Разрешим. Нажимаем кнопочку и внимание на осциллоскоп. Смотрим. Килогерц 50%. Все четко. Ну, давайте так. Изменим частоту следования. Сделаем ее, ну, предположим, 10 килогерц. Зафиксировали. А вот вам 10 килогерц. Немножечко поработаем с разверткой. Видим, да, действительно установилось. Что касается скважности, по умолчанию 50%. Десяточку сделаем от 10%. А вот 99. Многовато. Давайте 85. А можно просто вот так поделать. Ну, то есть мы в ручном режиме управляем якобы каким-то исполнительным механизмом в фирме путем изменения скважности, направляемых на исполнительный механизм импульсов. Ну что, все работает. Работает. Останавливаем и выгружаем профайлер. И резюмируем. Мы выполнили успешное подключение многофункционального модуля дискретного ввода-вывода M7088 SCADA 3SMOUT по протоколу MatBaseRT. И надеемся, что вы сумеете применить полученные знания на практике. На этом мы наш ролик завершаем. Вам всем спасибо за внимание.